11.05 в Кирове. Сегодня среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Добрый день всем. И это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Можем поздороваться. Да, доброе утро. У нас в гостях Алексей Иванович Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. Добрый день. Добрый день. А это значит, что говорить мы будем на темы, связанные с добычей леса и переработкой леса. И связано это с тем, что у нас завершился буквально на днях лесной форум, третий лесной форум Кировской области. Назвали мы тему «Метопорная работа». В Кирове прошел третий лесной форум. Подведем его итоги, посмотрим, как жить дальше и посмотрим, какие результаты у нас в лесной сфере, в сфере лесопереработки имеются на сегодняшний день. Мы смотрели материалы, которые были связаны с лесным форумом и в пресс-релизах, и в отзывах, и в видеокомментариях, и в соцсетях. Они, конечно, разнородны абсолютно. Мы видим, есть позиция правительства, и есть позиция производителей и наблюдателей просто. Они разные, эти позиции бывают. Но, на мой взгляд, это очень хорошо, что прошел третий форум, и он не прекращает свою работу. Это закрепляет статус области, все-таки, которая является лидером. По заявлению, кстати, правительства, является лидером в Российской Федерации и в лесной отрасли. Но, по расчетной лесосеке, один из крупнейших регионов. Вот, понимаешь, когда говорят о том, что мы лидеры в лесной отрасли или в любой другой отрасли, для того, чтобы это для слушателей и для нас звучало как-то весомо, хочется подтверждения каких-то цифр. Давайте в них все-таки немножко разберемся. У нас разворотный бизнес, мы любим оперировать цифрами. То есть, вот что подтверждает то, что Кировская область является лидером в Российской Федерации, несмотря на то, что у нас есть огромная Зауралья и Сибирь со своими лесами, несмотря на то, что у нас есть Архангельская область и Коми, где тоже есть какие-то леса. Ну, скажем, лидеры в европейской части точно, потому что здесь, наверное, нам конкуренцию могут составить только Удмуртия, Коми, Архангельск. Ну, вот регионы, которые севернее или на одной широте с нами, там Вологда. Давайте немного цифр. Да. Ну, если говорить о цифрах, то есть, конечно, лесной комплекс – это большое количество товаров, продукции, услуг. Но, если говорить о Кировской области, то по переработке мы занимаем пятое место в России по выпуску пиломатериалов. Мы занимаем пятое место в России по объемам заготовки древесины и первое место при Олском федеральном округе, хотя в Коми потенциально, в Перми потенциально расчет на лесосека больше, чем у нас. Если говорить по площади земель лесного фонда, то Кировская область занимает 24 место в Российской Федерации, 19 место в Российской Федерации по ежегодному размеру расчет на лесосеки. Ну, то есть, если вот так, совсем большими цифрами. Но, тем не менее, благодаря тому, что мы имеем развитую лесоперерабатывающую инфраструктуру, то есть, порядка 30 тысяч, мы оцениваем, человек у нас работает в лесной отрасли, это порядка 2 тысяч пунктов закупки и переработки, то есть, те, кто уже не только непосредственно рубят, а какое-то воздействие оказывают на древесину. То есть, благодаря этому мы вышли все-таки в пятерку именно перерабатывающих областей, ну, субъектов. Конечно, нам очень не хватает мощных плитных производств, такие, как стоят, допустим, в Татарстане, какие стоят у наших соседей, нам не хватает ЦБК в Кировской области. Древесно-стружечная плита имеется в виду, когда вы говорите плитные производства? Ну, это плитные производства, древесно-стружечная плита одна из них, то есть, там несколько классификаций. ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат. Целлюлозно-бумажный комбинат. То есть, конечно, вот этих двух видов переработки нам очень не хватает. Не хватает почему? Потому что есть низкосортная древесина, которую мы пока не знаем. Ну, то есть, это же добавленная стоимость, да, а у нас это оказывается там побочным продуктом, который мы не знаем, куда сбыть. Ну, более того, отсутствие сбыта на низкосортную древесину ограничивает использование расчетной лесосеки. То есть, у нас арендаторам предоставлено, допустим, 12 миллионов расчетной лесосеки. Они осваивают, ну, порядка 9,5. Хотя, там, это порядка 9. Хотя у нас общий расчетной лесосеки 10,4 миллиона кубов в год мы в прошлом году вырубили. То есть, около четверти расчетной лесосеки просто не используются. Да, не используются, да. А приросло в наших лесах порядка 20 миллионов кубов. Но приросло, это еще молодая все-таки древесина. Это всякое. Это приросло все. То есть, у нас вопрос в том, что все равно в Кировской области происходит накопление лесных ресурсов. Другой вопрос, что накапливается больше, там, высококачественный бифонерный кряж, сосновая, еловая, древесина или осиновая. То есть, вот это тут уже вопрос несколько дискуссионный. Но есть лесоводственные процессы. Ну, они, опять же, на стороне, благодаря климату Кировской области, что Кировская область в достаточно длительной перспективе, она будет обеспечена лесными ресурсами. То есть, в принципе, мы считаем, что возможно увеличение изъятия ресурсов примерно до 15 миллионов кубометров. То есть, это не приведет ни к каким отрицательным экологическим моментам. То есть, это, наоборот, стабилизирует экономику. То есть, пример тому, у нас есть и более северные наши соседи, которые внедрили интенсивные модели лесопользования, плюс, ну, мировой опыт. Когда мы говорим о том, что Кировская область имеет большие перспективы в длительном промежутке времени работать по лесу, мы все-таки с вами говорим и о том, что рациональное использование лесов в Кировской области отстает от других регионов. Почему сложилась такая ситуация и что сейчас делается? Я, знаете, я не соглашусь с вами. Во-первых, даже при этих показателях Кировская область очень рационально использует свои ресурсы. И Кировская область по оценке Министерства природных ресурсов признана в прошлом году лучшим регионом по исполнению природных полномочий по контролю за качеством освоения расчетной лесосеки. То есть, поэтому у нас проблема лучший враг хорошего. То есть, мы имеем очень... Самое главное, что в области имеется очень большой объем собственной переработки. И несмотря на то, что мы понимаем, сколько древесины у нас вывозятся, то есть, нам, конечно, да, жалко, что они перебатятся внутри, но уровень переработки внутри Кировской области достаточно на высоком уровне. И вот эти порядка 30 тысяч человек, которые у нас работают в лесном сегменте, это все-таки 30 человек, порядка 30 тысяч рабочих мест. Давайте все-таки мы поговорим об основной теме форума, который прошел, а потом еще вернемся и к объемам и заготовке, и переработке ее глубины, и что делается по этому поводу. Но вот, тем не менее, темой формы третьего было выбрано рациональное использование и лесовосстановление. Почему именно эта тема была выбрана? Я неспроста задала там свой вопрос, понимая, что раз вы делаете акцент на этом, соответственно, это и сейчас актуально. И какую цель преследовали этим форумом наши власти, когда его организовали? Ну, во-первых, мы должны говорить о чем, что все, что мы делаем сегодня в лесу, результаты нашего труда увидят только следующие поколения. Поэтому вопрос рациональности – это вопрос объемов вырубки сейчас, это вопрос видов рубок, это вопрос лесовосстановления, это то, что увидят, ну, скажем так, наши дети или внуки. Поэтому, если мы сегодня об этом не будем говорить, то, соответственно, мы пожнем ошибки через 30, 40, 50 лет. И если попросту задавать все-таки этот вопрос, чтобы он был понятен всем, мы не находимся в критической ситуации? Нет, нисколько. Не было варварской такой вырубки лесов, чтобы сейчас говорить о том, что ребята… Ну, был, я скажу так, с точки зрения леса был относительно небольшой промежуток леса, когда в период становления лесного законодательства в лес зашли черные лесорубы, то есть, да, они какой-то ущерб определенный нанесли, но это благодаря совместным усилиям. Фактически, черные лесорубы, как таковых, у нас на территории Кировской области нет. У нас есть сейчас… Сейчас, в данный момент, не осталось. Да, то есть, у нас не осталось организованных преступных групп, которые, как на работу, ездят в лес, ну, ездят воровать лес. То есть, это все уже ликвидировано примерно до 2-3 назад. То есть, у нас остались, скажем так, серые схемы использования лесов, которые, когда лесопользователи, отдельные лесопользователи пытаются получить сверхдоходы за счет злоупотребления правом и, ну, скажем так, нюансами законодательства. Ну, я думаю, что в течение 1-2 лет этот порядок будет полностью наведен, и мы получим абсолютно прозрачную систему. У меня вопрос в недавнем интервью изданию «Навигатор». Вы говорили о том, что этот процесс, он связан, ну, ухода черных схем, там, серых схем с тем, что сокращается маржа. С одного кубометра древесины, если раньше было около 500 рублей, то сейчас около 200, если я не ошибаюсь, рублей. То есть, или это процессы все-таки параллельные, контроль за деятельностью лесопользователей, плюсом еще и экономической ситуации? Я считаю, что это, то есть, вопрос государства наводит порядок. Есть вектор, который нам говорит федеральный центр, ну, мы все слышали обращение Валентина Ивановна Матвиенко, ну, по поводу ситуации в лесу. А что она сказала? Пусть мы все знаем. Ну, у меня, допустим, было несколько выступлений, то есть, в одном она прямо выступление сказала, что у нас есть оценки, что 20% леса у нас заготавливается незаконно, ну, там, в том числе по серым схемам. Она сказала о том, что, ну, к налоговикам обращаюсь, что резервы налоговых поступлений находятся в лесах. Ну, это вот, как бы, две таких федеральных, но они и другие идут. Я могу сказать, один из вопросов, который сейчас является очень актуальным в плане, ну, вообще, как бы всей лесной политики, то есть, это создание равных конкурентных условий для всех участников лесного бизнеса, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть, в регионе, в Российской Федерации сформировались достаточно сильные лесные компании, которые целиком ушли на белые схемы работы. Вот, когда у нас был лесной форум, одно из выступлений, это было о лесной хартии, о лесной хартии, то есть, о чем она говорит, то, что лесопользователь должен добровольно вести бизнес именно по прозрачным, понимаемым схемам. Вызов этот идет отчасти от правительства, отчасти это и вызов идет от самого бизнеса, потому что чем прозрачнее бизнес, тем меньше, тем более он стоит привлекательный для инвесторов, и тем более он стоит более привлекательный, в первую очередь, для зарубежных контрагентов. Вот сейчас хартия находится в процессе разработки и обсуждения, Кировская область намерена к ней присоединиться? Ну, по оценкам крупного бизнеса, и выступление было от крупного бизнеса, то есть, есть понимание, есть пока вопросы, которые хотелось бы обсудить, там связаны, ну, такие уже детальные, но крупные лесопользователи ее поддерживают. То есть, самое-то интересное, Свет, мы говорили с тобой по пищевке, помнишь тогда, или по алкогольной продукции, и то же самое, и по сельскохозяйственной продукции. В каждой сфере цеховики, объединяясь, подписывают такие хартии, делается это для того, чтобы повысить конкурентоспособность, и чтобы с рынка удалить людей, которые работают по серым схемам, платят меньше налогов, соответственно, получают большую маржу. Ну, я бы даже знать, вот тут ведь вопрос, ведь любая серая схема, она подразумевает собой экономическую, ну, как бы составляющую, а вторая часть технологическая, то есть, люди, которые работают по серым схемам, они не в полной мере выполняют технологические требования. А что такое неправильное технологическое требование в лесу? Это лесные культуры, которые погибнут и не достигнут возраста спелости. Это рубки, проведенные с нарушением требований, которые не достигнут лесоводственного эффекта, а в следующем, соответственно, там, через 5-10 лет мы недополучим прибыль. Потому что мы проводили свой лесной семинар, мы выезжали на отдельные рубки, и вот мы понимаем, что человек, употребляя своим правом, провел рубку, но в результате, в периоде, там, ну, скажем, там, в 20 лет, с каждого гектара этих рубок мы недополучим примерно 80 кубов. То есть, а это уже, если так, в процентном выражении перевести, это практически 25% ресурса, которого мы могли бы получить только потому, что он нарушил технологию. И как раз вот Харти, и как раз Добропорядочность, она говорит о том, что мы будем работать со своими сотрудниками, чтобы этого не происходило. Приверемся на полминуты и вернемся в нашу студию. Напоминаю, что мы подводим итоги третьего лесного форума, и не только, конечно, будем говорить о перспективах через полминуты снова. Нетопорная работа в Кирове прошел третий лесной форум. Мы традиционно в развороте на бизнес подводим его итоги. Так выпало, что в этот раз форум прошел выходные дни, что не совпадает с нашим эфиром, поэтому мы уже по итогам, что тоже хорошо, потому что там вскрылись и проблемы, и раскрывались перспективы, и мы это все можем сейчас обсудить. Вы сказали, что у нас есть телефонный звонок 211-101, номер телефона прямого эфира. Примем сейчас звонок, потом пойдем по нашему с Олегом плану. Насколько я понимаю, это Вадим Касаткин, генеральный директор Кировской лесопромышленной компании. Добрый день, Вадим Анатольевич. Добрый день. Алло. Не слышу. Алло. Попробуйте еще раз дозвониться. 211-101. У нас в студии Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. Мы хотели бы сейчас поговорить про инвестпроекты, которые существуют в нашем регионе. Приоритетные инвестпроекты в лесной сфере, потому что приоритетные, они имеют некоторый статус и дополнительные преференции в части выделения лесов. Давайте вспомним, когда начались приоритетные инвестпроекты в кировских лесах. Это ведь не инициатива одного года. Это уже около 10 лет продолжается. Некоторые уже реализованы и показали свою эффективность. В частности, Красного якоря, проект Манвятского лесопромышленного комплекса. Какие-то еще продолжаются, какие-то не были успешны. По причине того, что не выполнялись существенные условия инвесторами, которые они брали на себя. Как раз, если коротенько, пара цифр, которые на лесном форуме звучали, что в Кировской области реализуется 4 приоритетных инвестпроекта в лесной сфере. Сегодня должно быть создано 410 рабочих мест дополнительно и объем инвестиций 2,8 миллиарда рублей. Вот мы сейчас подвесим на крючок инвестпроекта и примем телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и говорите. Генеральный директор Кировской лесопромышленной компании Касаткин Вадим Анатольевич. Да, Вадим Анатольевич. У вас вопрос. У меня вопрос к Алексею Ивановичу. Когда, наконец, будет согласована заявка Кировской лесопромышленной компании на реализацию инвестпроекта? Поясните, пожалуйста, для аудитории у Кировской лесопромышленной компании есть инвестпроект некий, да? Сколько лет он длится и в чем сейчас проблема? Мы начали этот проект достаточно давно. В связи с несогласованием прошли серьезный путь. В свое время проект был одобрен, документация по проекту и заявка была одобрена Рослесхозом. Потом вышло, кратко скажу, вышло новое постановление, мы переделали документацию, снова подали свою документацию. И сейчас, к сожалению, продолжается та же бюрократия, которая была раньше по согласованию нашей заездки. Поэтому у меня вопрос, когда проект будет согласован. Да, все-таки еще одно пояснение. Вы в связи с этим испытываете какие-то трудности, какие-то потери несете? Мы несем серьезные финансовые потери. Сегодня в «Комсомольской правде» опубликована статья от поставщика оборудования итальянского, которое открытое письмо поставщика правительству области и жителям, с которым вся ситуация описывается, и высказывается пожелание о том, чтобы заявка была скорее согласована. Все, мы поняли, спасибо. Мы уже понесли серьезные расходы. Какие? Можно объемы назвать? По данному проекту это около 300 миллионов рублей. Хорошо, Вадим Анатольевич, сейчас мы попросим Алексея Чургина комментировать. Спасибо. Во-первых, спасибо за звонок. Я бы что хотел напомнить. Я, к сожалению, не прочитал в открытом письме итальянской компании. Мы тоже его не видели пока. Да, что ваши компании леса предоставлялись. Кировская область уже один раз под вашу компанию леса резервировала. В тех объемах, которых вы просили, два года эти леса не эксплуатировались, и область не получала от них соответствующего экономического эффекта. Это первый момент. Второй момент. Ну, как вы знаете, по инвестиции 300 миллионов с вашей стороны есть расхождение в принятых объемах примерно в два раза. То есть комиссия не подтвердила те инвестиции, которые вы внесли. Это третий момент. А третий момент заключается в том, что Кировская область имеет опыт отрицательных инвестиционных проектов, когда под различными благовидными предлогами формировались заявки, а лица либо на стадии инвестиционного проекта, либо в процессе его реализации не желали его исполнить должным образом, и поэтому мы получили последнее судебное заседание. Это то же самое УК «Лесхоз», управляющая компанией «Лесхоз». Поэтому у специалистов министерства есть, я считаю, обоснованные претензии к вашей заявке. А заявка будет принята, как только вы устраните все наши претензии. — Я только должна пояснить, что мы уже вывели нашего звонящего за эфир, но ответ последовал. Тем не менее, когда происходит такая ситуация, в каком режиме консультации происходят? Открыты ли двери министерства? — Нет, двери министерства открыты, комиссия у нас проходила, комиссия собиралась, поэтому есть процедура заявки так, как... Давайте мы поймем все-таки, что такое инвестиционный проект. То есть государство отказывается от части поступления платы за древесину в пользу инвестора. — То есть образуются выпадающие доходы. — Да, образуются выпадающие доходы. — Которые можно было бы собирать, но исходя из объемов инвестиций, мы там закрываем глаза на то, что эти доходы не получаем. — Да, мы понимаем, что инвестор несет обязательства по строительству, инвестор несет обязательства социального характера. — Но государство-то закрывает глаза с той целью, что после инвестиций увеличится доход, правильно? — Да, это один момент. Второй момент. Если леса выставляют на конкурсную процедуру, ну то есть доля выпадающего дохода по Кировской области, ну по различным инвестпроектам, она составляет там порядка 50-75 рублей. Один момент. Второй момент. В Кировской области, я хочу вообще выразить большую благодарность всем, кто работал последние 10-15 лет в несном секторе, создана инфраструктура по переработке. И если леса по заготовке, переработке и так далее, то есть если леса, которые у нас были 10-15 лет, у них реально не было хозяина, то сейчас хозяева в лесах появились. И люди, которые эффективно ведут свой бизнес, готовы увеличивать объемы заготовок и готовы зайти на эти участки. То есть у нас происходит укропнение все-таки участников рынка. Ну скажем так, оно не настолько большое, то все равно это малый и средний бизнес, но это те люди, которые научились работать. И теперь перед правительством области стоит дилемма. Мы получаем очень большое количество писем от районов, которые говорят, нам не нужны крупные инвесторы, мы способны сделать все сами. И теперь вопрос. Если мы будем эти участки отдавать по конкурсным процедурам, то выпадение дохода в бюджет области, оно составит уже не 75, скажем так, рублей, а составит примерно 300 рублей. И вот вопрос. Есть ли целесообразность нам привлечения крупных инвестиционных проектов, которые нам не обеспечивают той доходности, которая есть. Но это даже за пределами оценки. Но самое главное, любой инвестор, который к нам приходит, он должен показать свою состоятельность. Мы не хотим, чтобы у нас возникали новые уголовные дела. Я могу сказать так. За незавершенные инвестиционные проекты два чиновника получили уголовные сроки. Вот поэтому сотрудники министерства не хотят получить уголовный срок, но без предвзятости. То есть рассматривается просто объективно в соответствии с законодательством. То есть по логике, если бы не было таких жестких условий, инвестпроектов приоритетных было бы больше, чем четыре. Если бы так тщательно не подходили к уголовному. Я могу сказать, министерство получает, наверное, ежемесячно по одной заявке на инвестиционный проект. То есть КЛПК – это одна из заявок. Это и внутренние агенты, и внешние агенты? Как правило, это производство, которое находится на территории Кировской области. То есть наши переработчики, я так понимаю, добытчики и переработчики. Да, да, да. Еще один телефонный звонок у нас есть. Давайте его примем 211-101. Две минуты до перерыва, поэтому я буду просить высказываться очень коротко. Алло, добрый день. Добрый день. Зовут меня Владимир. Да, Владимир. Ну, коротко, да, коротко. Вот про черных лесорубов. Вы там говорили, что, ну, практически их нету. Но я думаю, что их много еще, потому что лес везут мимо поста ГАИ, по зимнику. Вот тут через Агария, рубленки по крестному ходу, в обход поста ГАИ провозят это. И ночью, днем, вот перед закрытием дорог, вот когда зимник, ну, с Нового года начинает, это все тут движение такое идет, что, извините меня. А вы, Владимир, местный житель или вы работаете в лесу? Я местный житель, поэтому говорю, что круглосуточно идут машины с лесом мимо поста ГАИ. Спасибо. Ну, вот такой сигнал. Ну, давайте так. Значит, у нас была информация по одной из дорог, которая выходит с Юрианского района на Слободской. У нас там дежурил пост ГАИ вместе с компетентными органами. То есть мы там выявили, порядка более 40 машин было остановлено, документы были у них у всех проверены. То, что шло в обход ГАИ, поста ГАИ, то есть фактов незаконных рубок, да по данным машинам у нас выявлено не было. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что лес везут, ну, наверное, нужно знать его происхождение. Мы будем благодарны всем, если кто-нибудь нам укажет место незаконной рубки. Куда обращаться людям, если у них есть подозрения? Есть телефон Министерства лесного хозяйства, сайт Министерства лесного хозяйства, есть телефон горячей линии Федерального агентства лесного хозяйства. Можно просто даже позвонить в МВД по телефону 02, по-моему, сейчас идет. Поэтому мы готовы к любым контактам, но я, знаете, призываю всех, то есть если человек честно работает и везет лес, не надо считать его вором. Но с другой стороны, то, что жители региона волнуются и сигналят, это неплохо. Они ведь волнуются и сигналят не только потому, что им кажется, что это черные лесорубы, а потому что используются дороги, которые они иногда даже по программе поддержки местных инициатив строят, а лесопользователи не вкладывают в это, ну, как бы не вкладываются в эти дороги. И вот это тоже, мне кажется, одна из проблем, точек кипения, когда люди через их населенный пункт, где они восстановили сами дорогу, вложились своими средствами, идут без конца автомобиля. Они будут негодовать даже вот по этой причине. Мы сейчас должны будем прерваться на полторы минуты, у нас реклама. Я только хочу спросить, а вот вы принимаете сигналы только подтвержденные с контактами или анонимные тоже? Вы знаете, мы готовы принять любой сигнал. Любой сигнал. Через полторы минуты снова в студии с министром лесного хозяйства Кировской области Алексеем Шургиным. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». 211-101 номер телефона прямого эфира. Это программа «Разворот на бизнес». Нет опорная работа. Так называется наш сегодняшний разворот. В Кирове прошел третий лесной форум, и мы подводим его итоги, и говорим о ситуации в лесной отрасли сейчас и о перспективах. Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области у нас в студии. Мы говорим про инвестпроекты, продолжаем говорить. Приоритетные инвестиционные проекты, которые имеют определенные преференции. То есть инвесторы, подписываясь под теми показателями, на которые они выйдут, по численности дополнительных рабочих мест, по объемам инвестиций в переработку, они получают объем расчетной лесосеки по хорошей цене от государства. На лесном форуме эти представители предприятий, которые реализуют приоритетный инвестпроект, наверняка тоже были. Можно ли кого-то отметить особо, кто выполняет все условия, кто действительно придерживается графика инвестиций, которые есть, и на кого можно сейчас равняться? Вы знаете, у нас 5 инвестиционных проектов было реализовано, сейчас реализуются 4 инвестиционных проекта. То есть большинство заявителей, это абсолютно добропорядочные, это представители бизнеса, которые ответственно подходят ко всем вопросам. Часть из них, у нас прошел лесной форум, осталась сфера на площади, остались их рекламные материалы, остались баннеры, можно подойти, посмотреть, ознакомиться, что люди делают. Но я хочу сказать так, благодаря инвесторам мы получили примерно 10 миллиардов инвестиций в лесной сектор. Мы создали почти 4 тысячи рабочих мест только на этих предприятиях. А если говорить в целом, скажем так, то, что они за собой привлекли, наверное, речь идет о нескольких десятках тысяч рабочих мест, которые созданы благодаря работе этих заводов. Поэтому вечное обсуждение, что у нас первично, малый бизнес, средний бизнес или крупный, я могу сказать так, что в любом случае двигателем является крупный бизнес. Потому что только благодаря крупному бизнесу в Кировской области появились достаточно большие экспортные контракты не на кругляк, а на изделия из древесины, скажем так, достаточно глубокого уровня переработки. То есть, к сожалению, мелкий бизнес – это хорошо, но он не может создать крупную партию интересную на международном рынке. Давайте приведем пример. Нас с Олегом очень интересует история с заходом в Кировскую область предприятий Сигежа Групп. Да, об этом говорил как раз губернатор на одной из наших последних встреч здесь в эфире, что у нас появился новый крупный налогоплательщик, который зарегистрировал свое производство, не производство, ну, свой юридический адрес в Кировской области. Я могу сказать так, у нас все крупные инвесторы имеют либо выделенные подразделения, либо головной офис Кировской области, то есть у нас нет того, что, вот как, ну, принято говорить, что лес непонятно где перерабатываться, то есть основной качественный лес перерабатывается все-таки внутри региона. Соответственно, Сигежа Групп здесь является примером. И я вам могу так сказать, что в настоящий момент, вот по итогам прошлого года, ну, скажем так, ряда лет, Сигежа Групп с каждого куба своей расчетной лесосеки платит не менее 450 рублей в бюджет Кировской области. Можно сравнить с чем-то? Ну, я могу сказать так, когда мы проводим анализ по нашим другим налогоплательщикам, которые имеют арендные участки в Кировской области, у нас есть те, кто платит в бюджет Кировской области. 5 рублей с куба, менее 100 рублей с куба у нас платит, процентов 25, наверное, наших налогоплательщиков. Но уровень, который достигают крупные инвесторы, ну, скажем так, мы считаем уже достойным платежом порядка 350 рублей с одного кубического метра, то есть это уже в области интересно. То есть это часть у нас инвесторов, это Сигежа, это Красный Якорь. И мы думаем, что Хольсхаус и партнер по завершению вестпроектов выйдут на этот уровень. Но это очень хороший экономический результат. Больший результат в Российской Федерации дает только целелозно-бумажное производство. Ну, сразу отмечу, что Сигежа Групп входит в группу компаний «ФК-система» Владимира Евтушенкова, да, и является как бы лесным подразделением. То есть это действительно крупный холдинг, в составе которого Сигежа Групп – одна из, там, ключевых, наверное, отраслей. А вот Вы говорили, уже здесь в нашем эфире сегодня упоминали, и в интервью тоже навигатору говорили, что Кировской области для… не хватает вот как раз производств по переработке низкосортной древесины. Это целелозно-бумажный комбинат или еще один плитный комбинат. Все-таки сейчас эти вопросы рассматриваются, конкретные места или конкретные инвесторы, из чего мы исходим? Предлагаем ли мы? Нет, ну, во-первых, мы говорим о том, что порядка 4 миллионов кубов – это у нас невостребованный ресурс, порядка 1,5-2 миллионов кубов – это то, что низкосортного сырья у нас вывозится за пределы Кировской области. Поэтому вот мы имеем, ну так, если говорить, то смело 5 миллионов кубов сырья, которые у нас в области есть. А вот эти 4 миллиона кубов, их реально вывезти с делянок, и там есть дороги? Конечно, конечно, конечно. Это 4 миллиона кубов – это в зоне экономической, как у нас есть, экономической целесообразности, скажем так. Поэтому мы эту информацию не скрываем, то есть ведется работа, но, к сожалению, данные проекты, они имеют объем инвестиций, ну, где-то начинающихся, там, от 20 миллиардов. То есть ведутся переговоры, то есть интересанты периодически возникают, периодически они исчезают, но вопрос этот нужен, ну, нам как-то… Тут еще следует отметить, что, допустим, целлюлозные производства, они очень сильно завязаны на экологические требования. А на современные требования, на закрытый цикл вообще, полагают. 10 лет назад, скажем так, подобные технологии только появлялись, мы надеемся, что уже с развитием уровня технологий все-таки эти производства у нас появятся. Ну, потому что вот приводили пример как раз, я вспоминаю, поездку в Волу с Хольцхаусом как раз, который придет к нам во втором часе, хорошо, что вы привели пример. Нет, я просто про ЦБК, там в этом финском городе такое ощущение, что прямо среди воды стоит целлюлозно-бумажный комбинат, прямо в центре ночью, он ночью, да, он светится, как какой-то центр развлечений, и вот прямо дома стоят, вот это в городе находится, и из-под крана течет чистейшая вода. Я про современные технологии, как они выглядят сейчас, и, конечно же, они стоят дорого, и, конечно же, требования сейчас и в нашем государстве тоже вот к таким уже технологиям. Тем более, когда есть такие общественные мощные выступления при обсуждении любого проекта, которые так или иначе, есть подозрения, что будет влиять на экологию, что нужно просто очень тщательно подходить к этой теме с точки зрения экологической безопасности. А площадки для таких производств у нас определены? То есть вот их целесообразно где размещать? Нет, вообще площадка, она ведь формируется, исходя из конкретных технических условий проекта. То есть это есть несколько площадок, где потенциально это можно делать, но... Ну, это где-то, это центр области, север области, вот, я просто... Это же исходя из леса, наверное, и логистики. Где формируется вот этот ревизированный способ? Нет, я вам так отвечу, что радиус ЦБК по доставке, ну, по существующим, это примерно 250 километров. То есть если мы ставим в центре, то фактически мы всю область захватываем. То есть логистическая доставка на данные заводы, она сейчас достаточно проработана. То есть нам не нужен там радиус 50-100 километров, то есть это больше. Благодаря тому, что уже инфраструктура есть и доступность... Да, то есть есть требования, но я думаю, что инвесторы разберутся, в какой конкретной площадке, куда они пойдут. В общем, если есть инвесторы, сколько? 20 миллиардов, вы сказали, готовы вложить в ЦБК или... Ну, это, скажем так, цена проектов от 20 миллиардов. От 20 миллиардов, welcome, в наше Министерство лесного хозяйства. У нас звонок входящий. Будьте добры, представьтесь, озвучьте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Валентиновна Юкаева. У меня вопрос к Алексею Ивановичу вот какой. Где сейчас находится Министерство, было управление лесного хозяйства. И там Ворончихин Леонид Иванович, потом он перешел в лабораторию селекции леса, вывел породу сосны, которая корабельная, веточки только наверху. И этот был маточник в Яцкополянском районе. Сейчас, как бы, по моим сведениям, родственников, он просто вырублен. То есть там древесина, которая без сучков. И шла на катера военных. Мы вас поняли, но скажите, пожалуйста, если вы говорите, что он вырублен, то все-таки, может быть, у вас есть сведения, что где-то остались еще эти питомники или деревья, или что? Я сейчас не выхожу из дома и... Понятно. Спасибо, а мы вас поняли. Вот мне бы хотелось... Спасибо большое. Во-первых, давайте мы скажем так, в Яцких полянах у нас есть лесосеменная плантация, которая каждый год на 3 гектара увеличивается, когда мы с лучших деревьев в Кировской области отбираем черенки и прививаем их на сеянцы. То есть в любом случае генотип, то, о чем вы говорите, он в Кировской области сохранен. В любом случае мы за этими плантациями ухаживаем. Если говорить о какой-то конкретной корабельной роще, ну, наверное, тут надо поизучать вопрос, где она была, потому что, по моим сведениям, корабельных рощ на территории Кировской области не было. А вот, тем не менее, может быть, да, посмотреть. Да, но все плюсовые деревья, все плюсовые насаждения в Кировской области, особенно все, что было поставлено на учет еще в советское время, то есть мы этот учет ведем и это сохраняем. То есть, по крайней мере, их потомки в виде привитых растений растут, и семена мы с них получим. Ну, это понятно, беспокойство, потому что, конечно, селекционная работа, и питомники – это то, чем ученые, особенно, которые работали в прошлые годы, гордятся. Мы разговаривали до эфира еще с Алексеем Ивановичем, я спросил, все ли цели форума удалось достичь, и он как раз, Алексей Иванович, обозначил тему, что мы не совсем смогли отработать с целевой аудиторией, которая потенциально могла бы работать в лесу. Вот, есть действительно такая проблема сегодня, ну, в будущем, там, нехватки кадров как раз для работы в лесопереработке, в лесодобыче? Ну, нужно что сказать, конечно, производительность труда в лесном секторе у нас значительно возросла, то есть, если раньше одна бригада из 5 человек в течение месяца могла заготовить там порядка 500-800 кубов, то теперь одна бригада из тех же 5 человек, она заготавливает порядка 4000 кубов. То есть, производительность труда идет. Говоря про цели форума, мы очень большое внимание уделяли двум направлениям, то есть, это, скажем так, инициативы гражданского общества, то есть, когда вот нам люди сообщают о том, что незаконная рубка, то есть, для нас это, я вам честно хочу сказать, очень большое подспорье. Мы поставили перед собой задачу сформировать институт общественных лесных инспекторов. Андрей Геннадьевич Плитко, скажем так, лично с ним встречался, это была одна из секций, на которой присутствовало порядка 60 активистов. И эту работу мы непосредственно будем продолжать. А это какой-то статус, корочки? И что это за люди? Ну, в первую очередь, это неравнодошные люди, которых мы обучаем разговаривать с нами на одном языке, чтобы не говорилось, что где-то там рубят лес. Они никаких преференций не получают? Они никаких преференций не получают, это их гражданская позиция. Это изначально, то есть, не находят для галочки, а сами активисты, которые сигналы подавали? Да, то есть, а сигнал подается, не по нашей деревне везется лес, по нашей деревне проехал лесовоз с таким-то номером, проверьте его, пожалуйста. То есть, нам, для того, чтобы принять кому-то какое-то действие, нам нужно какое-то его описание, не на деревне дедушки. Но конкретные данные. Да, конкретные данные. И вот с этими людьми мы в диалоге, то есть, мы будем это направление развивать, потому что только благодаря активной общественности, я считаю, что мы сможем ликвидировать как коррупционные проявления, то есть, люди должны научиться говорить, люди должны научиться говорить правильно, чтобы на их запрос была наша быстрая и правильная, точная реакция. Это раз. Второй момент. Мы обсуждали вопросы, связанные с формированием кадрового потенциала. И одной из целей форума у нас было как раз привлечение молодежи. Та вот интерактивная часть, которая на форуме шла, которая была очень активно воспринята детьми, скажем там, до 12 лет, она все-таки первоначально рассчитывалась на более старший возраст. Но надо взращивать, не надо взрасывать со счетов. Нет, мы эту работу будем продолжать. То есть, у нас есть достаточно много образовательных учреждений, в первую очередь, ВИАТГУ, которые готовят кадры для лесного сектора, и наши техникумы, Суводские, Кировские лесопромышленные техникумы, которые нам готовят кадры. Конечно, мы эту работу будем вести, и, но, к сожалению, мы видим общую апатию, скажем так, лиц детей. Молодых, молодых людей. Молодых лиц, да, потому что все-таки работа в лесу – это тяжелая физическая работа, для которой нужна сила духа. Я думаю, что мы по кадрам и по программе, которая ВИАТГУ с этого года, вот она стартовала в прошлом году, как пробный проект. В этом году уже серьезный курс, правда, небольшой набран, но она будет отрабатываться. Я думаю, что мы какие-то итоги будем подводить уже в следующем году, посмотрим, как она себя проявит. Четвертый форум будет? Самое главное. Четвертый форум, конечно, будет. Ну, да. И я думаю, что мы еще на этот год оставим тему, которую мы запланировали, но в час ее уместить невозможно. Это все-таки работа с внешними контрагентами, экспортные поставки, требования зарубежных покупателей сейчас к переработанной древесине. Это очень интересно. Начнем уже, наверное, со второго часа с Николаем Юферевым, который придет к нам сюда в эфир, генеральным директором компании «Хольцхаус», который тоже завершает сейчас инвестиционный проект. И благодарим нашего гостя Алексея Шуругина, министра лесного хозяйства Кировской области. Спасибо. Спасибо.